Приветствую всех любителей шахмат. После 9 тура турнира претендентов, Аниш Гири всерьез включается в гонку за первое место и возможный матч против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Сегодня он выиграл у китайского шахматиста Ван Хао, играя белыми фигурами. Эту партию мы сейчас посмотрим. Итак, Гири начинает игру ходом d4, черный отвечает развитием коня и после начальных ходов на доске получается каталонское начало. Белые фианкетируют слона на большую диагональ, откуда тот будет воздействовать на центр. Ван Хао готовит рокировку в короткую сторону, белые также готовят рокировку ходом слон g2, черный обеспечивает безопасность королю, белый поступает аналогичным образом. И в этот момент китайский шахматист меняется на поле c4, временно выигрывая пешку. Но у белых есть возможность эту пешку отыграть, тем более что после взятия на поле c4 вскрывается диагональ для мощного белопольного слона. Итак, Гири нападает на пешку c4, черные могли здесь пойти b5, но белые сразу начинают подрывные мероприятия на ферзевом фланге с целью изолировать все пешки на данном участке доски, сделать их слабыми. Поэтому Ван Хао сыграл скромнее a6, идея хода решить проблему с развитием белопольного слона, который в данный момент ограничен собственной пешкой. Черные хотят создать расширенное фианкета для этого слона. Гири препятствует ходу b5 путем a4, но данное продолжение приводит к определенному ослаблению поля b4. Черный играет слон d7 и таким вот образом решает проблему с развитием этой фигуры. Белый отыгрывает пехотинца, черный завершает свой маневр и на развивающий ход слон f4 Ван Хао отвечает слон d6, демонстрируя готовность менять фигуры. Белый заканчивает развитие фигур, соединяя между собой ладьи, что является признаком окончания дебюта. Черный меняется на поле f4, с одной стороны портят белым пешечную структуру, с другой стороны белый устанавливает прочный контроль над центральным полем e5. В этот момент китайский шахматист пошел опять для того, чтобы развить своего ферзевого коня и перевести его на слабое поле b4, возможно в дальнейшем на центральное поле d5. Белый укрепляет центр, черный играет конь h6, Гири централизует конец, следует размен белопольных слонов, черный консолидирует позицию ходом c6, берут под контроль поле d5, а также поле b5. Белый осуществляет профилактику h3, может быть король уйдет на h2 и они поставят ладью на открытую линию. Черный сыграли здесь ферзь b6, также соединяя между собой ладьи и оказывая давление на пешку b2. Гири на всякий случай защищает эту пешку и черный подрывает центр ходом c5, с идеей стукнуть на d4 и изолировать все пешки белых на королевском фланге. Защищается Гири ходом ладья d1, происходит размен на поле d4, черный начинает борьбу за открытую линию, Гири меняется на поле d8, затем с темпом захватывает открытую линию, но вот ферзь становится в засаду, с идеей толкнуть вперед пешку b и выписать шаг белому королю. На всякий случай белый уводит своего короля в сторону, черный пытается активизировать коня, поставить его на центральное поле d5, белый в свою очередь активизирует ферзя, оказывая нажим на пешку b7, а также пешку a5. Черный завершает свой маневр, последовало размен коней в центре доски, белый захватывает открытую линию, а черный образует форточку для своего короля. Гири начинает нагнетать обстановку, внедряется ферзем на седьмую горизонталь, нажимая на пешку f7, а также на пешку b7. Черный сразу нападает на этого ферзя, ферзь уходит на поле d6 и в этот момент за черных заслуживал внимание ход ферзи 8, атакуя пешку на поле a4. На примерное b3 черный расчищает пешки на ферзевом фланге, если им удастся разменять здесь все пешки, то партия скорее всего причалит к ничейной гавани. Но вместо этого непонятно по какой причине китайский гроссмейстер совершает грубейшую позиционную ошибку. Он играет g6, катастрофически ослабляя своего короля. Белые здесь пошли b3, укрепляя ферзевый фланг. Черные ответили h5. Гири расчищает линию g для своей ладьи. Черные сыграли король g7, защищая коня, а также пункт g6, где могут последовать в будущем даже какие-то жертвы. Но все эти пешечные надвижения на королевском фланге привели к ослаблению черных полей. И белые эти черные поля начинают атаковать своим ферзем. Ферзь создает рентген против вражеского монарха. Черный нападает на ферзя, но вот ферзь отступает на поле b2, сохраняя давление по диагонали. После хода ферзь b8 в партии, белый вскрывает линию b, для того, чтобы сдвоиться по этой линии и вторгнуться на седьмую горизонталь. То есть последовал размен на поле b4, белый сразу не забирает пешку, а активизирует свою ладью. После хода b3 ладья переходит на поле b4. На продолжение ферзь a7 гири забирает на b3, черный забирает на поле a4. Все пешки на ферзьевом фланге в результате небольшой стычки были уничтожены, но в позиции черных остались слабости. Слабый пункт f7, слабые черные поля, слабый король. Здесь черный защищается продолжением ферзь e8, но видимо готовы идти на позицию, когда они отдают ферзя за ладью и коня. Но белые не спешат забирать на поле f7, они хотят сдвоиться по седьмой горизонтали. И после продолжения ладья d5 они играют ферзь b7, нападая на пункт f7. Еще был сделан ход конь e4, но после ответного конь f7 китайский шахматист Ван Хао признал себя побежденным. Поскольку от отскока белого коня у черных нет защиты. Белые либо проводят матовую атаку, либо получают огромное материальное преимущество. Вот таким вот образом чудовищная ошибка китайского шахматиста продолжение g6 стала причиной его поражения в этой встрече. Если вам понравилась данная партия, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии и до скорых встреч!